Мы легких путей не ищем. С нашими дорогами это просто невозможно. А итальянцы нам мешают и хотят дороги построить. Итальянская фирма Солинии Импреджило СПА повторно подала заявку на участие в повторных торгах по реконструкции московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из города. Стоимость всех работ Солинии Импреджило оценивает в 6,2 млрд рублей. Конкурентом итальянской фирмы выступает победитель первоначальных торгов ООО «Самара Транстройс» с предложением в 6,6 млрд рублей. Результаты первых торгов были отменены 11 августа из-за жалобы строительной компании «Атлант» в Федеральную антимонопольную службу. Повторные торги были назначены на 7 сентября. Согласно проекту реконструкции московского шоссе, основная проезжая часть будет иметь 6 полос для движения с двумя боковыми проездами. Также будут построены две дорожные развязки на пересечении проспекта Кирова и Ракитовского шоссе. Правительство Самарской области утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра при приобретении или строительстве жилья за счет средств регионального бюджета в третьем квартале 2015 года. Средняя стоимость составит 33 300 рублей за квадратный метр. Цена не изменилась по отношению к действовавшей в первом и втором кварталах этого года. Получателями льготного жилья станут дети-сироты, граждане, работавшие в тылу в период Великой Отечественной войны, реабилитированные лица и признанные пострадавшими от политических репрессий, а также молодые учителя. Инвестиционный проект по строительству туристской рекреационной зоны «Жигулевская жемчужина» свернут на неопределенный срок. Верховный суд России признал незаконным пункт положения о национальном парке «Самарская лука», который разрешает строительство любых объектов для нужд собственников и пользователей в хозяйственной зоне. Туристическую зону «Жигулевской жемчужины» планировалось создавать на условиях государственно-частного партнерства в селе Ширяево и его окрестностях. В проект включили горнолыжную базу с многочисленными спусками и биатлонными стрельбищами. Конюшню неподалеку, крытый спортивный комплекс, гольф-клуб, этническую деревню, многочисленные гостиницы и рестораны. Российский фондовый рынок открылся в минусе. Индекс ММВБ снизился до отметки 1703 пункта. В лидерах снижения акции «Распадская», «РДР Русала», бумаги «Татнефти», «ОГК-2» и «Россетей». Лучше рынка выглядят «Мечел», «КамАЗ», «Солерс», «ММК» и «Полюс золота». К открытию торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Котировки черного золота вчера предприняли попытку роста, но закрепиться на отметке 52 доллара за бочку Brent им не удалось. На рынках Старого Света вчера преобладали покупки. Глава Евроцентробанка Марио Драги обнадежил инвесторов. Европейское ралли ваудушевило площадки Нового Света, однако день американские индексы завершили разнонаправленно, в ожидании сегодняшних важных данных по рынку труда, которые могут оказать влияние на сентябрьское решение ФРС по ставке. Биржи Азии падают. Курс доллара на 5 сентября 67 рублей 68 копеек. Курс евро 75 рублей 40 копеек. Золото стоит 2448 рублей за грамм. Серебро стоит 31 рубль 97 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 50 долларов 6 центов за баррель. Это были новости экономики и я передаю слово нашему спортивному обозревателю Сергею Кизоркину.